Всем привет, с вами Доктор. Сегодня переместимся во вселенную Люди Икс и поиграем за таких персонажей, как Росомаха, Гамбит, Зверь и многих других. X-Men 2 Clone Wars. Игра разработана компанией Head Games, изданная из Sega Enterprise для платформы Sega Mega Drive. Инопланетная раса Фаланга собирается захватить Землю с помощью армии клонов, а Люди Икс, объединившись со своим заклятым врагом, бросит им вызов. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Итак, без какого-либо вступления игра бросает нас в бой. Мне дают поиграть за одного из персонажей науткраулера Люди Икс, он у нас может телепортироваться. У каждого персонажа своя способность. Слева у нас есть шкала. Если зажмем кнопку способности, удар будет сильнее, и мэтткраулер, например, может перемещаться на более дальние дистанции. Также есть обычный удар, и обычным ударом мы, кстати, можем бить в разные стороны. Это большой плюс. Чуть правее от шкалы, шкала здоровья. Если она будет полная или практически полная, то удар будет сильнее, удар от способности. И также, кстати, меняется анимация. То есть, если здоровье у нас полное, мы намного мощнее. То есть, практически ваншотом противников. Сейчас мы бьемся против Низи. Это на самом деле не настоящие люди, а это такой инопланетный вирус, фаланга. Мы бьемся против Ньом. Находимся мы, кстати, в Сибири. В процессе этого прохождения я постараюсь вам показать каждого из персонажей и его способности. Также для большего погружения в эту вселенную, при встрече с боссом, я буду вставлять информацию по каждому боссу. Думаю, вам будет интересно. Есть, кстати, такая фишка. Можно посмотреть, что происходит внизу. И это очень полезно и в некоторых уровнях просто необходимо. Кстати, один из персонажей нам откроется чуть позже. То есть, у нас все будет не 6, а 7 персонажей, за которых мы можем поиграть. Но, какой персонаж секретный, вы увидите чуть позже. Кстати, в конце игры тоже есть небольшой секрет, который я советую вам глянуть. Будет интересно. Я решил начать прохождение серии Людей Икс именно со второй части, потому что она самая красивая, как по мне, и самая технологичная. Но, как вы уже видите. Очень приятно, кстати, играть за Найт Краулера. И да, забыл вам сказать, некоторые персонажи могут цепляться по стенам и ходить по стенам. Вот, например, Найт Краулер. Но не все. Также у некоторых персонажей есть двойной прыжок. Так, нам нужно держать здоровье максимально полным, чтобы наши способности были максимально полезны. Вот тут, кстати, небольшой секрет слева. Тут вот есть здоровье. Его не видно, но оно там есть. Опять же лезяк, а? Помню, как только запустил эту игру очень давно, мне сразу в улов просто без каких-либо предупреждений летят в ракеты. Просто это было необычно. До этого ни одна игра так не делала. Делитесь, кстати, мнением, какой персонаж из Людей Икс у вас ваш любимый и почему. Будет интересно почитать. А мы тем временем скоро пройдем эту Сибирь. Вот эти ДНК восстанавливают нам здоровье. Как раз таки. Доброе утро, профессор Икс. Объяснить аномалию в Сибири. Техноорганическое существо, известное как фаланга, вернулось. Низи были клонами фаланги. Остальные находятся в охранном комплексе. Как мы можем помешать фаланге захватить контроль над его модулями? Модули еще не завершены и остаются уязвимыми для атак извне. Только один модуль сейчас работает и соединен с основной энергетической цепью завода. Уничтожение центра активного охлаждения этого модуля вызовет перегрузку всего комплекса. Сообщайте новые данные об активности фаланги. На выбор у нас дается как раз таки 6 персонажей. Давайте рассмотрим персонажа Циклопа. Циклоп у нас, как вы уже знаете, стреляет из глаз лучами. И чем сильнее мы зажмем кнопку способности, тем мощнее будет выстрел. У нас сейчас и полное здоровье. Если я зажму кнопку способности, удар будет максимально сильным и просто сваншотит противника. А мы как раз таки находимся в том самом комплексе. На самом деле, для каждого из Людей Икс есть свой уровень. То есть за кого-то играть проще на одном уровне, кто-то будет полезен на другом. Опять же, я постараюсь показать вам каждого из Людей Икс. Здесь мы уже полностью воюем с железяками. Хотя нет, здесь будет тоже, по-моему, ниндзя. Но он один будет. Циклоп у нас тоже не может делать двойной прыжок. Но ему это и не нужно. Ай, промахнулся. Так, там был еще один робот. Не успел. Мы нашли большую ДНК. Здоровье у нас полное. Что не может меня не радовать. Играть нужно осторожно, потому что полосок хоть у нас и много, но поверьте мне, если вы будете попадаться под... под атаки противников, эти полоски очень быстро у вас кончатся. Особенно дальше, когда мы будем играть против всяких тварей, по типу... монстров, всяких жуков. Вы увидите дальше. Это прям кошмар, особенно... Особенно какие-нибудь мухи. Давайте теперь я вам покажу Псайлок. Как я считаю, в этой игре Псайлок на самом деле самый бесполезный, наверное, персонаж. Потому что... Потому что, смотрите, у нее очень медленная ее... Медленная ее способность. Это такой меч, которым она испыляет противников. И у нее есть меч физически. И все. Больше у нее, в принципе, и нет ничего. Но она может крутиться в воздухе. Но так могут делать... И так может делать не только она. И она, кстати, может цепляться к стенам. Кстати, Псайлок, если вы помните, была в фильме Люди Икс Апокалипсис. Если вы смотрели. Там ДНК. Вот этим сейчас Псайлок и была хороша, что она может крутиться и... Меч у нее достает на большие дистанции. ХП-шку мы восстановили. Кстати, смотрите. Когда Псайлок бежит, она больше похожа на какую-то эльфийку. Из какого-нибудь варкрафта. Пока что уровень довольно простой. Так, вот сверху еще компьютер. Так. Я, к сожалению, не могу вам показать, как Псайлок распопеляет своей способностью. Потому что на этом уровне на роботов, к сожалению, не действует эта штуковина. Она действует только, видимо, на органику. Там были и ниндзи, кстати, но что-то я не додумался на них использовать эту способность. Залетаем вовнутрь стража. Так, давайте, наверное... Наверное, я возьму Гамбита. Гамбит, если вы помните, у нас шеверяет картами. И первый босс это вот такое ядро этого робота. Фишка в том, что мы можем стрелять картами и вниз. вот так вот. Нам нужно разбить эти блоки. Босс простой, ничего сложного нету. Сколько там осталось? Два блока. Один. Один. Все, подорвали его. А вот тут, кстати, есть небольшой секрет. Смотрите, сколько ДНК. И сейчас нам нужно по-быстренькому свалить из этого стража. Причем свалить за время. Пробираемся осторожно. Но ни в коем случае немедленно. 110-109 секунд. Причем свалить за время. 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 Тут наверх. Поначалу, кстати, можно легко заблудиться, но... ...при определенном количестве прохождений это все, конечно, запоминается. И вот выход. Обширное проникновение в фаланги обнаружено на стороне магнета, Авалоне. Что там случилось? Исчезли служители магнета, причем нет никаких следов боя. Вероятно, магнета не подозревает о присутствии фаланги. Послать сообщение магнета. Эрик, ты в опасности, ты должен немедленно покинуть Авалон. Я высылаю Люди Икс. Связь прерывна во время передачи. Значит, мы сейчас полетим на стероид магнета. Я возьму тут Найт Краулера. За него здесь будет, как по мне, оптимально. При прохождении нам будет мешать снайпер. Его мы пока что убить не можем. И он бьет довольно больно. У нас полное здоровье, поэтому перемещение Найт Краулера у нас ваншотает. Кстати, можно обмануть и навестись. Навестись на пушку, и тогда он выстрелит в пушку. Я не знаю, кто это. Я не нашел информации в интернете по этому персонажу. Видимо, обычный снайпер какой-то с рюкзаком. С жип-паком. А вы хотели бы себе, кстати, иметь свой личный астероид? Как вам? Такая дико. Продолжаем идти дальше. Пешие солдаты пошли в бой. Вот тут, кстати, еще есть здоровье. Его здесь прям навалом. Тут у нас тоже здоровье. Мы, да, вот так можем по потолку перемещаться. Очень удобно, кстати. Пошли чуваки с палками. Очень неприятные, кстати, чуваки. Пока не мигают, они неуязвимы. Я думаю, теперь вы понимаете, почему я взял здесь найткраулер в этой миссии. Ах ты, говнек. Че там внизу? Опа. Ну давай. И нам, наконец, явился сам снайпер. Я нанесу очень много урона от моих атак усиленных, так как у меня было много здоровья. И можно с переглода бить обычными ударами. Так, в этой миссии мы, в принципе, можем взять любого персонажа. Возьму-ка я, пожалуй, циклопа. Тут мы просто падаем. Видимо, в самом астероиде. И, кстати, если мы переключим рычаг сразу же, то противники сразу помирают. На лазеры не попадаемся. Ну, здоровье взял. Как говорится, дали и отняли. Как там было еще здоровье. Так, ну давайте, продолжим с циклопа. Наш третий босс это Эксадус. Я о нем раньше, кстати, не слышал. Прочитал только недавно. Тут он стреляет такими, я так понимаю, псионическими зарядами. Нам нужно просто уклоняться. Но если он стреляет по стенам, то нам наносится урон. Промахнулся. Ну-ка, вот так я по нему достану. Все, победили его. Дальше у нас последует следующий мини-босс. Мы встречаемся с хозяином астероида. Магнету. Мы не можем его здесь ранить. Точнее, можем, но здоровье у него не уменьшается. Нам нужно дойти до определенной точки. И тут нам подходит именно Найт Краулер, потому что он может у нас телепортироваться. Вот до этой точки. Нам нужно заманить его в ловушку. Видит этот вихрь из ДНК. Мы его заманили. Все. Он говорит, чуваки, простите, я не хотел. Преклоняет перед нами колено. Теперь, когда Магнета понял, что его служители были похищены и клонированы фалангой, он перешел на нашу сторону. Мы должны перейти к наступлению. Какая следующая цель? Фаланга проникает в компьютеры апокалипсиса. Проникновение выполнено на 44%, и темпы заражения растут. Антивирусная защита компьютеров была отключена апокалипсисом. Он позволил заражению начаться. Мутанты охраняет его крепость, пока заражение продолжается. Так, в этой миссии я выберу Росомаху. Мне комфортнее всего здесь проходить за него. И в этом уровне нам нужно очень быстро бежать. А Росомаху у нас, кстати, один из самых быстрых персонажей. Ну, давай-давай. Бежим-бежим-бежим. Сверху у нас кидает камни один из боссов этого уровня. Кстати, тут способность у Росомахи. Это вот такой размашистый удар, как тями. Не особо обращаем внимание на урон от камней. Потому что тут у нас есть ДНК на уровнях. Можем немного сократить. Какой меткий, а? Вот такой босс. Бычара такой, который кидает в нас камни. Страта против него именно такая. Нужно один раз ударить и отойти. Спрыгнуть точнее. Иначе, иначе он начнет кидаться камнями. И полезут еще его друзья. Если хотя бы один раз мы ошибемся. Будет сложновато опять подобрать тайминг. Но в этот раз мы прошли уровень. Значит, идем дальше. Беру я Росомаху. Мы в гробницах. А на подходе у нас апокалипсис. Звучит стрёмно. На подходе у нас апокалипсис. Росомаха, кстати, у нас вот так вот карабкается по стенам и по потолкам. Да, говнюк. Очень надоедливые вот эти вот мутанты. Так, на этом уровне есть определенные механизмы. Жмем переключатель. А они поедут в обратную сторону. Здоровье у нас полное. Уже не полное. Вы думаете, стены остановят Росомаху? Серьезно? Рановато я прыгнул, конечно. Тем не менее, у нас полное здоровье. Пока все идет отлично. Редактор субтитров А.Семкин. Знаете, против них есть страта. Можно подходить потихоньку. И наблюдать, что они будут делать. Некоторые из них катятся, а некоторые прыгают. Некоторые, кстати, очень далеко прыгают. Вот, например, как вот этот тот. Но его можно поймать ударом вверх. Тут где-то были здоровья. Вот они. Снова кнопочка. Итак, на следующем этапе у нас босс. И, кстати, заметьте, у нас добавился еще один персонаж. Теперь мы можем поиграть за магнита. С этим боссом, с апокалипсисом, который сейчас будет, я бы бился Росомахой. Потому что бой пройдет очень быстро. Но я хочу вам... Так как я хочу вам показать всех-всех персонажей, я поиграю за магнита. И с какой-то стороны, это даже читерный персонаж. Сейчас покажу, почему. Он стреляет за рядами. И он может зависать в воздухе. То есть нам не нужно прыгать. Мы просто зависаем в воздухе. Страта такая. Падают вот такие устройства. Мы их сбиваем. И через какое-то время появляется апокалипсис. Сейчас я вам покажу фишку за магнита. Почему я говорил, что он немножко читерный персонаж в этом плане. Появляется апокалипсис. Мы зависаем в воздухе. И наносим ему просто кучу урона. Но магнита это не самый мощный персонаж. То есть тут их способности... У кого-то они слабые, у кого-то сильнее. Вот у магнита, по-моему, одна из слабых способностей. То есть его заряды наносят очень мало урона. Ну, давайте этот шарик. Кстати, у магнита еще вот такой удар. Заряжает пучок, и он взорвается. На самом деле он очень медленный. Как пучок, так и сам магнита. Поэтому в этой игре он не особо полезен. О, апокалипсис. Если мы найдем идеальное положение, вот как сейчас, он вообще не нанесет нам урона. А мы его хорошенько продамажим. Но помните, что я говорил, что при полном здоровье у нас усиливается урон. Вот если бы мы играли за росомаху, мы бы его убили там с ударов, наверное, четырех. Тут он не такой сильный, да, как в фильмах или в комиксах? Ты смотри, сзади взял. Негодяй такой. Ну ничего, мы сейчас восстановим здоровье. Пав-пав вот в эту штуковину. Кстати, самый сильный персонаж, даже если у него будет неполное здоровье, это зверь. У него очень мощные удары, которые всех врагов ваншотят. Да, что ж ты. Вот я косой, конечно. Так будет наверняка. Похоже, мы поломали установку апокалипсиса. Посмотрите, мы просто не даем ему ничего сделать. Все, апокалипсис удирает. Зараженный фалангой компьютер апокалипсиса стал совершенно бесполезным, а сам апокалипсис сбежал. Группировка фаланга, фаланги расположены в землях дикарей. Их агрессивное действие возглавляет лон фаланги, обосновавшийся на заброшенной военной базе. Остановите главного клона, и аборигены без труда справятся с остальными. На этой миссии я снова возьму найткравлера. Помните, что я говорил в начале игры, что у нас... Что будет много родных существ, которые очень быстро нас могут убить. Вот тут очень много бабочек и всякой взрывающейся фиговины. Поэтому передвигаться тут нужно очень осторожно. И вот эта фишка с просмотром того, что находится снизу, нам очень поможет. Тут мы бьемся против дикарей в основном. И преодолеваем вот эти препятствия. А там внизу, кстати, по-моему, здоровье есть. Если мне не изменяет память. Да, вот оно. Смотрите, кстати, мы можем прыгать по вот этим деревьям. Но если сверху расположены эти дощечки, мы уже никак не прыгнем. И, кстати, телепортироваться за дощечки мы не можем. Но можем телепортироваться, если дерево будет свободным. Ветка. Тут, кстати, могут быть... Да, может быть здоровье. Вот в этой листве. Там дикарь на нас напал сверху. Еще один прибежал. Я знал, что он там будет. Так, тут я, пожалуй, телепортнусь. По этому уровню нужно идти очень осторожно. Прям вот максимально. Ну-ка, тут у нас нет ничего, нет. Штуковина, которая польется. Вот видите, сверху дикарь стоит. Мы можем его убить вот так. Удар почему-то проходит. Телепортнуться в это место я не могу, но удар проходит. Я, кстати, играю в японскую версию репака. Потому что русская версия, европейская, очень сильно тупит, лагает и зависает. Много раз было так, что игра просто зависала. Так, а ну-ка, там дальше, по-моему, еще что-то было. Да, еще здоровье. Больше нету, но так хотелось. Видите, как я красиво убил двоих? Противников. Знаете, странно называть пчелы противниками. Я не знаю, что это такое. Может быть и не пчела. Это не пчелы. Так, а ну-ка, ну-ка. Посмотрим, как посмотрим. А сейчас уuestas. Пока-то необходимо. Посмотрим прилетач den артенstone. А сейчас платят. Значит, хорошо. Это не мисс. Но как? Это парня. Да, да. Раньше. Я не знаю. Да. Как она нанесла мне урон, она же далеко была Знаете, я как-то проходил первый раз этот уровень за магнета Это был тот еще ад, конечно Так, идем дальше Тут, по-моему, можно по низу чисто пройти Но можно и поверху Вот странно, да, что мой удар не прошел? Я видел там здоровье Вот так вот Вот так вот Так, давайте я вам теперь покажу зверя Да и как раз таки он тут нам будет полезен В этом уровне Вода будет постепенно заполняться И нам очень быстро нужно пробраться дальше На самый верх А знаете, почему я здесь взял зверя? Кстати, вот его удар А если здоровье будет полное По земле пройдут волны такие, знаете От удара Так вот Взял я зверя, потому что он ваншотит тут противников Что нам очень на руку Тут есть секретик небольшой Но зверь тут самый, кстати, медленный Один из самых медленных персонажей Но он может цепляться за стены А еще, кстати, он может вот так Делать такой выпад По-моему тут направо Ай, пригнуться не прокатит, да? Ломаем эту дверь Идем дальше Буду продолжать за зверем Все потому же, что он ваншотает В принципе, тут любой персонаж ваншотает Если у него полное здоровье Но зверя может ваншотать Даже когда у него здоровье не полное Ух-ух-ух, мы упали вниз Спокойствие Все all right Тупик Да ударь ты его Нам сюда Очень легко, кстати, тут сорваться вниз Ой-ой-ой, вот так вот Можно легко сорваться вниз Ох-ух-ух-ух-ух-ух! так до здоровья нет нет по нам буквально пару ударов и мы сляжем но тут у нас дверь идем дальше по моему сейчас будет босс это какой-то доктор созданный самой фалангой его очень просто убить зверем просто бьем его не останавливаемся здоровья тут много поэтому сам взорвался да он взорвался борьба окажется бесконечной как мы можем победить их наверху корабля фаланги за фабрикой клонов находится чудовищное существо мозговой центр фаланги он позволяет воплощать разум и сознание всего сообщества клонов уничтоживайте его и клоны прекратят существование есть ли еще опасности о которых нужно предупредить людей икс внимание фабрика клонов способных копировать любое существо попавшие в зону действия сенсорных матриц подготовить корабль к немедленному вылету и мы отправляемся на фабрику клонов я продолжу играть за зверем что-то я подставляюсь под удары прям хорошенько всякие пушечки нас тут пошли кстати можно вот отсюда сбить но ладно но увижу здоровье ниже препятствий а как он попал то по нам мы же уже успели его грохнуть так а тут нету ни где здоровье по моему нету вот 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 Удар вниз очень полезен Можно просто бесконечно топтать врагов По крайней мере эта тактика работает с некоторыми боссами У нас кстати здоровье почти полное, смотрите Вот про какое землетрясение я тогда говорил Оно кстати тоже будет ваншотать эти волны Спокойно-спокойно Я хочу вниз Как видите очень много врагов тут Передвигаемся особо осторожно Приключатель Который Приводит в действие платформы Тут тоже можно очень легко сорваться Поэтому аккуратно Рано Еще бы чуть-чуть Да И все И мы бы сорвались На колючке Рано Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... как же без уровня с лифтом но мы здесь просто убиваем врагов точнее летающих роботов их тут будет очень много а в конце будет босс про которого вы сможете почитать главное попасться знаете в ритм не останавливаться даже не в ритм а в темп вот сейчас я сбился да сколько вас тут по моему это перебор ребят нет реально до хрена их тут зато сколько днк а босс кстати по моему здесь называется какая-то яростная птица или что-то вроде того какая-то войти не с крыльями вот она нам нужно ровно попасть пару ударов по ней и все она потерпела крушение продолжаем за самаху играть уровень довольно сложный именно этот один их самых сложных я считаю потому что если не знать как бороться с врагами и их расположение будет тяжко и желательно не терять здоровье потому что нужна сила удара вот номера вот этих роботов я наверно могу их обойти вот так кстати у меня наверно заденет но лучше их убить размашистым ударом вот видите я их просто ваншотаю вот а чё там снизу не видно так я знаю что тут есть здоровье чё там дальше пушка всякие жуки инопланетные ой могу еще выше прыгнуть кстати знаете прикол с этой маткой вот этими матками пчелинами после третьего удара у них начинается ярость и не становится на какое-то время неуязвимыми поэтому после третьего удара нужно от них отбегать так а потому что тогда ну я так и думал что этот уровень не так прост тут я наверно лучше его обойду потому что у меня не полное здоровье и мои атаки не будут максимально мощными чтобы вас ваншотить там не было здоровья сверху нет здесь нету два смотрите три получилось и убить так а тут у нас есть что-то да у нас наш спасительный жилет я говорю ребят один их самых сложных уровней ничего себя нас продамажила подым куда-то вниз тут внизу есть здоровье у нас максимально эти штуковины падают внимательно держим в голове что-то здесь еще здоровье не да что ж такое и особо здесь днк и тут еще есть я пожалуй вернусь опять мы падаем так их можно обойти и 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 так я видел там еще здоровье но так-то лучше попал то смотри что оранжа оранжа да встанет встань я не знаю стоили эти лети жизни того чтобы сюда идти оранжа оранжа И мы дошли до следующего босса и это с мозговой центр тот самый фаланги то еще хренатень домашище их один раз до получилось и задеть страту вы видите на вашем экране как против нее бороться возможно у вас получится более идеально это сделать чем у меня три раза хорошо уже неплохо заспанил своими лучами два угу да я должен дожить ай-яй-яй-яй нет нет и не менее нет я тебе так просто не дамся так подорвал ее сейчас кто-то на гармошке будет играть так и за мной бегут ноги чертова ноги итак фаланга сделала клонов людей x и как вы уже догадались мы будем бороться с людьми x склонами нам прям пригодятся все жизни буквально все жизни здесь их много но они уйдут у вас очень быстро и тут есть секрет помните он говорил про секрет на уровне первый босс циклов тактика такая против циклопа ну то есть против почти что всех клонов хотя нет объем отходим если получается ударить сильным ударом да он превращается в такую штуковину все циклопа победили многие из клонов будут превращаться во всякие там фигуры сейчас будет клон найт краулера и его клон особо жесткий я бы сказал самый жесткий потому что он может разбить нам лицо очень быстро нужны очень точные удары попробую убить быстренько быстро не получилось все убили найт краулера так значит идем дальше возьмем только здоровье давайте возьмем наверно все чтобы быть во все оружие ах ты итак у нас тут гамбит забыл совсем против не остроту итак все победили гамбита было неожиданно сложно давайте доберем остатки здоровья все я брать не буду нам еще нужно оставить для других эксменов итак и итак 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 и итак и итак итак так он делает выпад мы подходим его убьем итак 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 и итак итак нам нужно убить по моему всех противников на этом уровне итак 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 помните я вам сказал что здесь есть секрет так вот если мы убьем не в конце не в конце нашего клона клона нашего персонажа за которым мы сейчас играем то есть арсамаху то можем подойти к этой стене ударить по ней появится такой смайлик и нам откроется еще один клон и да это клон магнита с которым мы тоже можем разделаться так наверное здесь проскользну больше следующий босс зверь он не такой сложный но тоже нужно зверь он не сбиваться с ритма и 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 сзади да значит у нас есть три здоровья три полосочки чтобы пройти еще двух боссов скажу я вам это нелегко магнита от его превращение тоже нужно лезть на стену одна ошибка и мы проиграли так магнита побежден осталось кусайлок неприятно две полоски да вы издеваетесь а 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 Все, победили Псайлок Ну что ж, ребят, это был последний босс Мы прошли его прям с трудом После разрушения фабрики клонов и уничтожения своей инкарнации в виде главного клона Фаланга, опасаясь полного истребления, быстро прекратила свою агрессию В безумном гневе, или быть может после тщательного анализа ситуации Магнета угрожал уничтожить во имя безопасности земли корабль Фаланги Разум Фаланги предложил освободить заключенных мутантов И никогда больше не возвращаться на землю в обмен на гарантии безопасности Согласившись, люди Икс вернулись на свой корабль Путь домой был печальным, ни улыбок, ни поздравлений Просто тяжелая тишина Каждый из них осознавал, насколько опасной была битва И как просто ее исход мог бы сложиться не в их пользу Особенно без помощи магнета Также они знали, что оказавшись дома, они больше не смогут называть магнета своим партнером Циклоп пытался найти слова, чтобы сохранить этот важный союз Но знал, что все его усилия тщетны Прошлое не раздоказывало это Отчаявшись, он перестал думать об этом Он подошел к магнета, одиноко сидевшему около иллюминатора Магнет, ты бы уничтожил корабль, если бы мы были на борту Магнета никак не отреагировал Разъяренный Скотт сказал Значит, ты с легкостью пожертвовал бы нами Магнет развернулся, пронзая Циклопа взглядом То, что я не уничтожил корабль прямо сейчас, достаточно недвусмысленный ответ Не старайся быть моим судьей, Циклоп Будь ты на моем месте, разве задумывался бы ты о моем спасении Если бы это означало провал миссии И даже если бы речь в этом случае шла о жизнях твоих друзей Образы напарника вспыхивали в его сознании Он стоял нерешительный Скотт чувствовал, как каждый из них встает за его спиной Предлагая безмолвную помощь Если бы пришлось сделать такой выбор, он знал Что они бы сделали все, чтобы защитить их общую мечту Мечту о мирном существовании всего человечества Мечту, в которой величайшими героями были Люзи Икс И что ж, спасибо всем, кто досмотрел это ретро-прохождение Кому понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал И всем пока!